Приветствую тебя, дорогой друг! Сегодня я получил еще одну посылочку с TV-боксом. Сегодня у нас будет бюджетный TV-бокс, еще один. Сейчас распакуем, посмотрим, что за моделька. Я уже как раз начал распаковать и увидел, что случайно камеру выключил. Пришлось сделать повтор. Ну, в общем, давайте распакую и покажу, что за моделька. Упаковка, кстати, очень надежная. То есть я сразу доволен продавцом, потому что отправляет посылки в такой упаковке. То есть это очень хорошая, надежная упаковка. Можно даже в футбол ей играть. Но посылка не очень легко случится. То есть коробка TV-бокса выглядит вот таким образом. Я уже, в принципе, показывал что-то похожее на своем канале на другой модели. То есть, по-моему, у меня уже две такие модели было, именно с такой же упаковкой. Это такая универсальная упаковка, где не указана модель. Здесь даже сзади нет наклейки, где указано, что за моделька. Ну, давайте откроем, посмотрим. Это модель H40. H40. Ну, давайте я сниму эту пленку. H40. Вроде модель новая, но точно такой же корпус я уже показывал какой-то другой модели. Точно не помню. Но точно такой же корпус использовался в другой модели. Тоже вот эти глянцевые края, они легко пачкаются. Лучше их не лапать, вообще не трогать. А середина очень прикольная, такая есть текстура. Указано Ultra HD 4-х ядерный процессор 6K. На передней стороне находится мини-ЖК-экранчик, который показывает краткую информацию про подключенные порты и часы. На правой стороне такая вентиляция, отверстие для вентиляции. На задней стороне несколько разъемов. Давайте по порядку. Разъем аудио-видео, то есть можно подключать даже к старым телевизорам. Разъем HDMI для подключения к современным телевизорам уже. LAN-разъем 100-мегабитный для подключения интернет-кабля напрямую от провайдера. SPDIF-разъем для подключения более качественной акустики. Разъем питания. Потом еще одна сторона, имеет еще два USB-разъема версии 2.0. OTG-micro-USB и разъем TF для microSD-карточек. На нижней стороне 4 пародийные ножички и отверстия такие для вентиляции. Здесь даже нет наклейки, которая указывает опять же, что за моделька. Как-то просто все сделали. Давайте посмотрим, что еще в комплекте было. В комплекте был такой блок питания на 2 Ампера, 5 Вольт. Стандартный штекер, тоже 5,5 Вольт. Потом HDMI кабель. Типа Ам с обеих сторон для подключения TV-бокса к телевизору около метра. Пульт дистанционного управления. Здесь уже не синенькие кнопочки. Здесь черный. Черная версия. Но тоже такой же, просто черный. Это инфракрасный пульт. Вот эти верхние кнопки программируются, которые обведены белым. Питается пульт от двух батарейок типа 3. В комплекте батарейки, как обычно, не идут. И мануальчик. Такая мини-инструкция. Мини-инструкция, она цветная, на английском языке. Да, только английский язык. Ну и все. Сам TV-бокс. Что здесь есть? Здесь стоит Android 10.0. То есть, это последняя версия Android, что пока что вообще есть на TV-боксах. Также здесь стоит процессор от компании LWINNER H616. Это четырехъядерный, 64-битный Cortex-A53. В связке с ним идет видеокарта Mali-T720. Хотя точно такой же, например, TV-бокс, который я показывал раньше, там тоже было указано Mali-T720, хотя в реальности была Mali-T721, что даже лучше было. Здесь, я думаю, тоже, наверное, видеокарта Mali-T721. Но потом посмотрим на видеообзоре. Есть также двухдиапазонный Wi-Fi, как 2,4,5 Гц и Bluetooth. Эта модель также бывает нескольких разных версий, то есть на 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Также на 4 ГБ оперативки и 32 встроенной, и 4 ГБ оперативки и 64 встроенной. Такой себе выбор. Более подробно я все это покажу в видеообзоре, что он себе представляет. Пройдемся по тестам, может игрушки еще включим, посмотрим. Ну, в общем, более подробно. Это пока что была просто видеораспаковка для того, чтобы показать, в каком виде приходит товар, от какого продавца, за сколько времени. Кстати, пришло мне за 2,5 недели. Очень хорошо упаковано, как сами видели. Так что продавцом доволен. Ссылочку, где я его покупал, конечно, оставлю под видео. Сами сможете посмотреть актуальную цену, сколько он сейчас стоит. А более подробнее ждите видеообзора в следующем видео. Пока что будем прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте пальцы вверх. Пока.